доброе время суток с вами в эфире программа азия большая игра я ведущий давид эдельман а у нас сегодня в гостях по скайпу мой казахский друг друг из казахстана толгат калиев здравствуйте вопрос я читал недавно о том что в казахстане новый пик новая вспышка коронавируса новая вспышка к вид 19 чем она вызвана и почему это сейчас происходит трудно сказать чем вызвана вспышка я думаю что определенно люди устали от ограничений и в какой-то степени расслабились у нас если в прошлом году была определенная паника связанная с к видом люди носили маски соблюдали социальные дистанции то сейчас опять стали пренебрегать всеми этими мерами предосторожности ну и плюс у нас только сегодня запустилась массовая вакцинация до этого вакцинировали медиков и и полицейских педагогов сейчас запустилась массовая вакцинация надеюсь что она пойдет хороший хорошими темпами вопрос а какие вакцины используются сейчас казахстане ну пока используется только спутник видеть спутник 5 как по-разному и называют и вчера над на прошлой неделе говорили о том что закупается еще и китайской сенопек и ведутся переговоры с файзер я думаю что надеюсь скоро времени будет гораздо больше ну и где-то на подходе находится который должен был уже пройти последнюю стадию испытаний то есть казахская вакцина до который столько говорили в самом начале который продолжает но у нас в израиле кстати тоже готовила свои вакцины но в конечном итоге ведение файзер она не только решала решила проблему вакцинирование но и ударила по израильской вакцине потому что те кто проходили испытания в израильской вакцине оказались не вакцинированными это была была проблема вопрос а как население относится к вакцинации то есть если у вас люди которые то что интернете называется антиваксеры те которые отказываются вакцинировать достаточно много и ну риторика была самая вот это вот тупиковая конспирологическое от того что чипировать до в целом то что люди не доверяют вакцинам и боятся побочных эффектов сейчас я думаю остались антиваксеры которые считают что за год невозможно было разработать качественную вакцину и она сейчас будет все еще проходит апробации на миллионах и миллиардов людей и не доверяет ни одной вакцине и думаю что качественная будет и года через три но по крайней мере те кто вакцинировал со спутником пока у нас никаких побочных эффектов не выявлено никаких скандалов этого не было но по израильскому опыту я могу сказать что в декабре когда началась вакцинация огромное количество людей как в частных разговорах они говорили нет никогда не пы вообще это на генетическом уровне это на поколение так далее и потом я видел как марте они уже начинали уже или первую или вторую дозу прививки получать но вопрос ведется ли разъяснительная компания государством и как вы считаете успешно ли она ведется или нет ну в целом работа ведется но как сказать у нас нет нет никакой истерики связанной с вакцинацией нет какого-то ажиотажа по крайней мере это уже успокаивает поскольку слишком активная разъяснительная работа со стороны государства официальных медиа тоже способна спровоцировать ажиотаж должен быть определенный баланс информационный тема вакцинации не думал что она должна быть чрезмерно доминирующий как только будет активная разъяснительная работа также активная пойдет и противодействие со стороны антиваксеров у нас очень хорошо в этом плане включаются конструктивные блогеры которые сами выкладывают посты свои рассуждения и эти лидеры общественного мнения которым доверяют аудитории я думаю с их стороны гораздо полезнее сейчас выкладывать свои предположения свои прогнозы но есть еще одна такая вещь что это столкновение сторонников и противника вакцинации причем на всех языках у нас в израиле она шла очень этот сильно течение нескольких нескольких месяцев с нагнетанием с криком шумом и так далее особенно с тем что этот санкции будут по отношению к тем кто не мне привит и в этом отношении если виза в казахстане вот такая мысль что могут быть либо государственные санкции либо будем так общее позиции общественного неодобрения просто один из моих знакомых сказал что я не могу у меня на сайте знакомств мне постоянно пишут что хотят только с вакцинированным поэтому я типа вот из-за сайта знакомств вынужден был вакцинироваться черт с ним ну без этого я не могу вот поэтому это то есть людей никто не просил там и мужчины и женщины писали что вот этот пожалуйста только 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 с вакцинированными а вопрос если сегодня такая позиция в казахстане и спад на соотношение государства и соотношение госуга общества у нас пока пока никаких дискриминационных мер не предполагается но я думаю вот лично лично для меня было хорошей мотивации если бы разрешили летать самолете без маски вакцинированным это было бы просто замечательной мотивации а это для всех но в ближайшее время по моему это это не светит а пока ну как бы вакцинироваться и при этом соблюдать те же самые тот же самый пакет ограничений ну как-то но я но легче самому просто психологически легче когда ты вакцинирован куда-то идти и так далее ты не думаешь ты не ты не боишься до такой степени будем говорить так а вы получили вакцин да еще в начале февраля первую и вторую дозу через две недели файзер а опять-таки я дал 40 дней посмотреть на всех остальных лично я посмотрел вроде бы все нормально и после этого сделать сначала первую потом вторую прививку и могу сказать все все было все было хорошо после 2 правилки немножко колбасит сегодня в израиле вакцинирована в израиле практически все взрослое население но есть достаточно большая группа которая не не готова вакцинироваться и это вплоть до миллиона человек которые не просто не хотят вакцинироваться она уменьшается постоянно потому что расстанавливается но она до сих пор существует вопрос другой недавно такая во время выступления во время заседания правительства сказал что мы вам поручили вы сначала министр здравоохранения цою что мы вам поручили вы сначала типа обнадеживали потом сбавили темп и что если через месяц ситуация не изменится то будут персональные выводы то есть смысле увольнения и это касается не только министра здравоохранения а остальные министры причем за что остальных министров ну здесь имеется виду видимо речь это смене кабинета министров в целом потенциальный ну каждого есть своя доля ответственности если так такое произойдет но на самом деле в прошлом году когда был у нас определенная вспышка коронавируса вы очень сильно летние месяцы именно после такого заседания и после такой очень серьезной головной обомойки которые устроили президента и вот именно там по-моему два месяца он поставил срока для нормализации ситуации ситуация тут же была нормализована но все-таки режим ручной режим управления который периодически включает президент в таких ситуациях он очень хорошо работает работа или уволен называется да и идет и идет сверху вниз насколько я понимаю сегодняшняя вспышка у вас боль был больше по чем было прошлом летом или нет нет не больше не больше определенно прошлом году прошлом лет такое количество смертей просто весь весь фейсбук был полен соболезнований каждый день посты о том что кто-то в очередной раз умер причем многие из тех кого я знал общественники люди люди имеющие хорошие связи способны позволить себе хороший уход и так далее там скажем так своевременную госпитализацию лечение под контролем их это тоже не спасло долгат одна из вещей казаковой за который я хотел попросить тебя сегодня в эфир это был твой пост к китае а китайской дисциплине которая помогла им справиться с коронавирусом несмотря на то что коронавирус именно у них и начался у нас программе очень часто выступают люди которые ну с опасениями о том что китай угрожает китай экспансия китайская китай доминирует китайский шелковый путь это программа экспансии и так далее а читая твой пост и подумал о другой вещи что ведь и казахстан и киргизии во многом смотрят на китай как на не только кстати на китай но и на других восточных тигров как на образец как на модель которые могут могут использовать и на территории бывшего союза а правильно я понимаю или нет ну у китая есть чем поучиться это однозначно что касается экспансии доминирования то это абсолютно объективный процесс ну китайцев полтора миллиарда соответственно там какая пятая часть населения земного шара и когда 20 процентов они будут присутствовать везде они будут ощутить тему а потом можно поучиться у китая казахстану ну в первую очередь у меню их умению работать и меню организовать процессы в том числе и самодисциплину как-то мы вот с дочерью были в аэропорту пекина и там мы у нас вылет был прилетели мы поздно ночью вылет был утром и вот ночное время аэропорт полностью пустой и вообще ни одного человека не встретил по навигации нашли свою свою локацию откуда мы должны лететь дальше где-то там при мастерии станет и были только мы и вдруг вот в пять часов мы просыпаем смотрим нету без пятнадцати шесть там нету никого и вдруг в шесть одномоментно появилось огромное количество людей просто или как успел пробежать к стойке за ней свою очередь и тут же за мной выстрелось ну не знаю человек наверно 100 весь борт сразу заполнился сразу все прошли регистрации там не было ни одного опоздавшего никого не объявляли это громко говорить пройдите просто на посадку все очень дисциплинированно все ровно проходят и все стоят строгую линеечку и вот тогда дочь мне говорит она она была этим поражена дну и сколько было четырнадцать лет по моему и она в первый раз вижу такой уровень организованности наверное говорит просто потому что если они будут двигаться хаотично не передавят друг друга и их жизнь заставила двигаться строгими линиями но это не зря называют немцами дальнего востока у него немца бывают такие ситуации вот приходишь на остановку через несколько минут должен быть большой автобус да там между междугородней никого нету 8 минут никого нету вдруг ровно за две-три минуты остановка полная автобус заполняется полностью и он выезжает это чудо всегда удивлял ну в этом отношении то что китайцев называют немцами дальнего востока это по моему очень точное определение японцев называют англичанами дальнего востока вопрос а в плане коронавируса были вещи которые этот я не знаю казахстан заимствовал китая хотел заимствовать смотрит на возможность не заимствовал я думаю потому что мы мы были одни из первых кто переехал границу с китаем соседние государства и как только прошла информация про ковид мы тут же перекрыли все сообщение и но в то же время у нас наверно где-то схожие схожие модели поскольку система здравоохранения организованная с большими больницами централизованная она в этой ситуации мне кажется более эффективна нежели модель полностью частной страховой медицины которая преимущественно присутствует в европе и практикуется в штатах и так далее поскольку ну по крайней мере сейчас у нас вместимость больница там организация централизованный закуп медикаментов и так далее какой-то степени может быть сегодня он должен бы быть продуктивен по крайней мере в китае был продуктивен в своем посте ты написал вот китайцы они такие молодцы они не ходили по ночным клубам они не ходили туда сюда сюда а что казаки так сильно нарушали все предписания между нами между нами просто мне по крайней мере говорили можно сейчас допустим пройти в любой там ресторан бар и провести там половину ночи ну ты пять тысяч тенге с черного входа люди заходят то есть в этом отношении она не работает да а скажи мне одна из вещей которая бич просто и в узбекистане и в киргизии и наверно в казахстане я имею ввиду ну как это называется той да вот когда этот при приглашают огромное количество народа и это кстати у нас было причиной заражаемости в арабском секторе потому что если в еврейском религиозном секторе было совместное обучение в учебных заведениях которые работали несмотря на все предписания религиозными учебные заведения то в арабском секторе основным распространителем были коллективные церемонии типа свадеб как у вас казахстане где свадьба ну это как немножко война да так по размаху сейчас сейчас вдруг появились появились два разных концепта первое это когда действительно люди просто расписываются и не проводят свадьбу а другие как же все-таки подпольно стараются что-то провести собрать небольшое количество людей так далее казахский той сделать подпольно очень трудно потому что его слышно на несколько километров округа в округе но мне недавно как раз рассказывал товарищ о том как его пригласили на такой подпольный той и сказали по пригласительному зайдешь черного входа то есть на нарушение до сих пор присутствует меня смущает не только эти все рестораны которые нарушают карантин понятно у них бизнесе зарабатывать надо меня смущает вот это вот безответствие самоубийственное поведение людей которые идут на все эти мероприятия пригласили как отказать как отказать ну знать степная душа раскрытая как же отказать если пригласили ну вопрос последний последний а у вас есть достаточном количестве вакцины чтобы провести вакцинацию на данный момент ну не знаю сегодня по крайней мере объявили что начинная массовая вакцинация на сегодня нас вакцинировано 0 2 процента населения но это как раз таки медики и и педагоги и полицейские подруга в первых в первой категории вакцинируемых а сейчас все всех желающих ну до этого тоже все желающие были анонсированы но что-то там были вроде какие-то проблемы с поставками мы сись сегодня анонсировали значит я надеюсь что и достаточно паристия даже даже я получил смс с приглашением вакцинироваться это платная услуга или бесплатно нет бесплатно у меня у меня просто есть антитела и поэтому пока врачи насколько помню переболел бессимптомно правильно судя по всему да я вообще ничего не заметил ну кстати как те кто принимает вакцину имеющие антитела у них реакция более бурная чем эти а почему тебя предупреждаю но антитела у них после этого гораздо более сильные сильные чем у людей которые не переболели так что один день будет колбасить точно во всяком случае после первой первой и второй дозы а думаю переживем и живешь ладно спасибо толгат с вами была программа азия большая игра а с нами в гостях по скайпу был казахстанский политолог мой друг толгат калиев